По причине удачного географического расположения, а также из-за наличия отличной спортивной базы, Славянский район часто становится гостеприимным хозяином различных чемпионатов самого высокого уровня. На этой неделе спортивный комплекс «Лидер» принимал чемпионат Южного федерального округа по греко-римской борьбе. О серьезности соревнования говорит широкая география участников от Волгограда до Севастополя, а также высокие титулы спортсменов вплоть до олимпийских призеров. О самых ярких моментах чемпионата наш следующий репортаж. Порядка 200 спортсменов-борцов греко-римского стиля самого высокого класса приехали в Славянский район, чтобы в 10 весовых категориях выбрать самых сильных представителей Южного федерального округа. На традиционном параде, который открывает каждое соревнование, участников приветствовал глава Славянского района Роман Сенеговский. Мне приятно, что чемпионат Южного федерального округа по греко-римской борьбе проходит именно у нас. Поэтому хочу, чтобы все зрители получили массу впечатлений, положительных эмоций. Ну а наши спортсмены, победители, насколько мне известно, будут принимать на первенстве нашей России. Поэтому будут победить сильнейшие все положительные эмоции всего самого города. Приятной составляющей открытия чемпионата стало вручение члену сборной Краснодарского края из Славянского района Никите Степанову значка и удостоверения мастера спорта России по борьбе. К этому званию Никита под руководством заслуженного тренера России Сергея Буштец шел много лет. Чтобы получить его, Степанову пришлось два года подряд входить в число призеров Южного федерального округа. Тем дороже для него полученный знак. «Славянем были Южный федеральный округ. Два года назад они проходили в городе Азове. Я за третье место выиграл схватку с баскетбольным счетом, в котором в борьбе у нас очень редко такое встречается. Счет 22-14. Тогда меня здесь смогли прислать и в прошлом году. Это проходило в городе Майготэн, Юг. И там уже с более-менее человеческим шотом я выиграл соперника из Крыма. И, соответственно, мастер спорта – это серьезное удостоверение. И, как я уже сказал, очень долгое время оно делается. То бишь, это вот такая вот ступень, от которой все, мне кажется, начинается либо заканчивается. И каждый человек сам решает. Новый славянский мастер спорта России пока не определился, свяжет ли он свою судьбу со спортом или выберет другой путь. Для тренера Никиты Сергея Пуштиц – это уже 12-й мастер спорта, выпущенный за 15 лет преподавания. В этом виде спорта, говорит тренер, спрогнозировать, кто победит, сложно. На ковре даже кандидат в мастера может легко выиграть у олимпийского призера. Зал спорткомплекса позволил проводить одновременно бои на двух коврах. По требованиям чемпионата, каждое поле сражения находилось под видеонаблюдением. В случае, если тренер борца не согласен с судейством, он выбрасывает на поле кубик. И это является сигналом к тому, что судейская коллегия прямо здесь просматривает повтор спорного момента, чтобы принять верное решение. Греко-римская борьба считается сплавом гибкости и силы. И хоть в ней запрещены приемы ногами, болевые захваты все же остаются травмоопасной. Потому наличие медицинского персонала здесь просто необходимо. На прошедшем чемпионате сборной Краснодарского края значились пять борцов из Славенска. Лидеры здесь, Никита Степанов, это мастер спорта, ему вручали сегодня документы. И Худаян Давид, это два лидера, которые будут, мы на них надеемся. Хотя, я же говорю, покажет ковер. Все, тут борьба честная, поэтому мы без всяких отбор на чемпионат с травмом. Но по итогам схваток, как и говорил тренер славянских борцов, не всегда лидеры побеждают. На этот раз число призеров от Славянского района удалось пройти только Давиду Худаян. Завоевав третье место, Давид 5 августа примет участие в чемпионате страны, который пройдет в Московской области. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».